Приветствую вас. В первую очередь хочется сказать, что о вашей ситуации, безусловно не простой ситуации, безусловно ситуации, в которой вы можете чувствовать себя в определенной безысходности. В этой ситуации в первую очередь важно, наверное, определить для себя, что и для чего вы это делаете, то есть для чего вы хотите, к примеру, что-то поменять. Ну вот, для вашего отца, скажем так, то есть вы хотите ему помочь, вот, это я понимаю. Но для чего вы хотите ему помочь? То есть делаете ли вы это для себя в первую очередь, или делаете ли вы это для него в первую очередь? Потому что по силу, который слышится, он чувствуется очень хорошо. И если по силу не соответствует тем словам, которые вы говорите, то, вероятнее всего, это не возимеет какого-либо эффекта. Вот, от слова совсем, потому что чувствуется некоторая такая, знаете, фальш в том, что вы говорите. Дело не в том, что вы обманываете, я не хочу сказать, что вы обманываете, просто я хочу сказать о том, насколько вы искренне. Как мне показалось, исходя из вашего сообщения, я могу естественно ошибаться, но мне показалось, что вам отца своего жал. Жалость, как правило, чувство довольно-таки деструктивное, потому что человека оно обсценивает, человека оно, вопреки расхожим мнению, принижает, вот, и ставит жалеющего как бы выше. Вряд ли это помогает почувствовать себя лучше. А то, что делает ваш отец, так или иначе, влияет на вас. Это нужно понимать, и нужно понимать, что, так или иначе, от этого вы никуда не денетесь от того, что на вас это может влиять. И мне кажется, что, в первую очередь, люди, которые злоупотребляют алкоголем, имеют дело с чувством вины. Если на вас это влияет, то чувство вины становится достаточно сильным. Имеется в виду, да, что увеличение чувства вины, любое увеличение чувства вины, способно привести к тому, что человек будет еще больше себя губить. Поэтому немаловажно, чтобы вы сократили как можно больше, как можно более полное, убрали действия на вас, по-моему, что делает папа, чтобы у него было ощущение, что целиком это полностью его ответственность, и что больше ни на кого это не влияет, в том числе на вас. Вы говорите, что ситуация эта происходит уже давно, несколько лет, даже больше, вот, вы пишите, что с 12-го года это началось, началось, началось. Вот, соответственно, там это уже привычка, это уже, как бы, определенный такой образ жизни, и, мне кажется, можно в какой-то степени говорить о том, что, ну, если это привычка, то, вот, как мне кажется, тот вопрос, который нужно задать, он звучит примерно, ну, примерно так. Так, какой смысл моему отцу, да, что-то менять в своей жизни, то есть, какой смысл моему папе действовать по-другому, вот. То есть, зачем, какой, какой в этом смысл для него будет, что он получится от этого, вот, что можно, например, предложить ему на замену, да, скажем так. То есть, вот, что, как бы, может его замотивировать, ну, в большей степени. Вот, скажем так. Это достаточно важно, потому что мотивации пока нет, а ваш отец дальше не будет двигаться, это, мне кажется, вполне вполне нормальная история. Поэтому, то, о чем можно и нужно вам по себе спросить, это, какой смысл отцу вашему, как свою жизнь менять. Ну, вот, вы требуете, чтобы он перестал спить. Это вам требует, в принципе, практически все, кто, как бы, живет с людьми, у которых есть злоупотребление алкоголем. Вот. Ну, вопрос, который я хочу задать. Если не алкоголь, то что? То есть, ну, мы же не можем просто взять и забрать у человека то, что воля и судеб стало для него, типа, спасением. Это было бы неправильно. Да, его это разрушает. Да, ему это не нравится. Ему это очень вредно. Да, это очень, как бы, деструктивно влияет на, на, вообще, на многие вещи. Я с вами согласен. Но, что другое? Вот, в чем вопрос. Понимаете? Что другое, что другое есть? Что другого можно предложить на этот вопрос? Ответа пока что я не слышал. То есть, вот, вы говорите, да, очень много говорите о том, что, а, ну, как вот сделать что-то, чтобы ответственность не понял, как к ним поговорить, там, и прочее, прочее, прочее. А вот, а вы посмотрите, что ему интересно, что ему, может быть, было когда-то интересно. Вы поспрашиваете его об этом. Вот. Я уверен, что, если на это вы обратите свое внимание, то вам откроется некоторая перспектива. То есть, иными словами, вам нужно обратить внимание на что-то еще помимо, помимо алкоголя вашего папы. Это достаточно сложная задача для человека, который, ну, для семейной системы, в данном случае, я полагаю, которая привыкла, как мне кажется, воспринимать человека через призму вредной привычки. Но, тем не менее. А, именно интерес, который, который могли бы вы пробудить в вашем отношении к чему-то, способен показать ему, что есть что-то еще интересное. Потому что, вопреки, ну, даже не вопреки, а вместе с этим, так это будет правильнее сказать, вместе с этим, расходим мнением, что человек пьет из-за чего-то, есть еще одна важная сторона. Что, ну, как бы, злоупотребление алкоголем, в том числе, связано с привычкой. Это привычка, это образ жизни определенный. И образ жизни, как вы понимаете, не связан, не связан конкретно с чем-то. То есть, нет такого, что человек, там, пьет из-за какой-то причины. Убери эту причину и сразу все будет хорошо. Да, возможно, началось все с какой-то причины. Но причины, они склонны, не всегда, конечно, уходить. Они склонны исчезать. А вот образ жизни остается. И для того, чтобы его изменить, нужен мотив, нужен стимул. Этого мотива и стимула вы не даете, вот. Понимаете? Вы не даете отсюда своему мотива и стимул. Вы не демонстрируете ему, например, что там от него что-то нужно. Вы не демонстрируете ему, что там он может на что-то повлиять. Потому что вы, как мне кажется, не очень предлагаете, там, какие-то занятия. Хотя, может быть, что-то и предлагаете. И здесь возникает такой момент, вы можете сказать. Ну, я ему предлагал, ему ничего не интересно. Вот, он от всего отказывает. Никто не говорит о том, чтобы человека заставил что-то заставлять. Я последний, кто будет говорить про то, что кого-то нужно заставлять что-то делать. Нет. Если человек выбирает для себя ничего не делать. Если человек выбирает для себя ничем не заниматься. Вот. Если человек выбирает для себя, значит, вот этот путь, то такой его выбор. И здесь на первый план, как мне кажется, встаёт то, что вам это нужно больше, чем вашему папе, к сожалению. Понимаете, да, что я хочу сказать? Когда это нужно вам больше, чем отцу, чем тому, у кого вот есть флотность, когда это происходит так, начинаются проблемы. Единственное, мне кажется, другой вопрос. А насколько вы привязаны к своему отцу? Насколько вы эмоционально зависимы от него сейчас? В присловии, что вы вроде бы достаточно взрослый, уже самостоятельный, как вы себя позиционируете, человек, как это происходит у вас? Быть может, некий элемент зависимости у вас всё же присутствует? Этот элемент зависимости не позволяет вашему папе почувствовать себя наедине с тем, что он делает. Эта зависимость, если она существует, даёт возможность вашему отцу постоянно чувствовать, что он не одинок, что ему помогут, что его спасут, что его поддержат и так далее. То есть, иными словами, нет ощущения, что он один. Нет ощущения личной ответственности. Ведь по факту, то, что делает ваш папа, это высшая такая, ну может быть не высшая, но достаточно сильная форма безответственность, личная безответственность, к сожалению. И эта безответственность, она, конечно, серьёзно достаточно влияет на человека, да, на его культуру, на его поведение и прочее, 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 прочее. Поэтому так важно, поэтому так важно. На мой взгляд, этот момент должен осветить для того, чтобы вы, например, со своей стороны могли увидеть, что, как бы, прежде чем решать, пытаться решить проблему, например, у другого человека, да, нужно сперва решить собственную проблему. То есть, если ваш отец зависимый, то вы, скорее всего, всё зависимый, партнёр. И за зависимость нужно работать от личной границы, вот, это самооценка, это некий страх, тревожность и так далее. Говорить, что, значит, учёба-работа, тренажёрный завод, вопрос, да, какое это всё значение для вас имеет, вот. Понимаете? Ну и возраст, ваш возраст, а, вам 21 год, выпишите. Ну, у вас, в принципе, уже, во всю сейчас идёт своя жизнь. Вот. И отцу нужно показать, что, вот, ладно, отцу нужно показать, что вся жизнь, она может быть интересной. Вот. Показать вы можете только собой, только своим собственным времён. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого... Желаю вам самого доброго и удачи. Почитайте книгу Валентина Москаленко «Созависимость и семейная болезнь». Там описана проблематика алкоголизма. В интернете есть психологическая игра «Алкоголик», можете почитать её. Вот. Ну, я рекомендую вам психотерапию. Вот. Буду благодарен за отклик. По моему ответу это может послужить началом вашей работы над собой. Горида. Стоять. 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 Усчезаю. Что это может быть граной сомптом? Усчезай мы, не есть граной сомптом, Стоять.